Игорь, это ты песню поешь? Как она руками делает? Садись, Кишуль, повыше. Сейчас будем дышать. Мы дышим на голодный желудок. Как это нет? Два раза, давай, держи. Я резиночку надену. Все. Делаем ингаляцию утром и вечером с бередуалом и пульмикортом. Вот все вместе смешиваем и с физраствором. Все. Ровненько сиди, хорошо? Кирилл у нас сегодня не только в школу не пошел. Его соплем подкашливает, что мы до понедельника дома сидим. У Кириуса, кстати, влажный кашель. У Гриши пока такой. И не влажный, и не сухой. Ты пришел со мной завтрак готовить? Да. Хорошо. Подышал и будем сейчас кушать скоро. А ты вместе фотографируешься? Вместе фотографируемся? Да. Ну давай. Все, вставай. Вот так тебя фотографировать. Все, фотографировала. Давай теперь по-другому. Вставай теперь по-другому. О, вот это удар. Фотографирую. Все. Чик-чик, сфотографировала. Сегодня у нас на завтрак будут панкейки. Тесто мы замешали. Осталось в конце добавить растопленное сливочное масло. Все. Все еще раз размешать. Только очень быстро, потому что иначе тесто будет резиновым. Все перемешиваем. И маме вилочку. Всем приятного аппетита. Кажется, пора навести порядок. Ну, где ты гриша? Вот мой кимоно все вот это раскидал. Гриша. Я вот что вам дам на синий. Ты хочешь сказать, что он что, за один день все это разбросал? Да, он вчера вечером. Взял вот и... Да. Как хорошо, когда есть брат, который... Кто? Я? Ну, ладно. На которого можно свалить. Беспорядок. Да, порядочек вам точно надо навести. Пока дети убираются в детской, я полью цветочки. У меня, кстати, вот такая удобная леечка. Она, кажется, продавалась в детском мире. Ну, такая, знаете, для лета, где там лопатки, всякие формочки для песка. И вот такая леечка. Ну, у нас как-то она прижилась. Замиакулькус я поливаю редко. Раз где-то в две недели, может быть, даже в три недели. Я знаю, что он не очень любит частые поливы, что его можно как бы не перезалить, не перелить. В общем, поэтому я его редко поливаю. И пока что у меня вот еще завязан здесь вот этой веревочкой. Я боюсь отпускать. Мне кажется, сейчас все листья распадутся. Хотя я, может, ошибаюсь. Вот. И все, мечтаю его пересадить. И чтобы он маленький у меня. Ну, маленькое такое деревце было. Но пока нет новых отростков. Я знаю, что он должен как-то здесь вот размножаться. Будем ждать. Кто бы мог подумать, что зубочистки и пластилины такая интересная игра. Иди посмотри. Это кто это? Мы еще сами не знаем. Кто это? Корабль. Корабль? Да. Инопланетянин какой-то, да? А еще пусть... Давай, посмотрим, на сколько хватит. А ручки делать, Кирюш? А зачем мне ручки? Я просто хочу такую бажонку построить. Вот это да. Это вы придумали. Смотри. Поль секрет тебе сказал. Чтобы она устойчивее была, тебе нужно сделать вот сюда вот такие еще ножки. Две или три еще сделаешь. Она будет стоять все очень крепко. Нужно основание крепкое. Ну что, еще будем, Гриш, крепить выше? Да. Еще один этаж. Мне еще нужно... Ничего себе. Возьми его на небо. Класс. У меня синяки. Недавно готовила в духовке, и у меня пару раз протекало содержимое. И теперь она выглядит вот так. Сейчас я ее буду отмывать. Выну вот эти части. Справа-слева металлические. Все залью средством. У меня осталось вот это средство. Прямо совсем немножко. Катфоберлик для духовок и плит. Удаляю жиры пятна. И сейчас со всем этим средством, как раз, мне кажется, на один раз здесь хватит. Все залью средством. И сверху накрою пакетами. И оставлю где-то минут на 15-20. Распределяем средство. Вот уже остатки у меня остались. Буду распределять с помощью перчатки. Перчатка-щетка два в одном. Сейчас мы вот таким образом все разотрем на этих пятнах. И боковинки тоже. Теперь нужно оставить на время. И лучше накрыть. Можно любым пакетом. Можно мусорным пакетом. Чтобы был такой парниковый эффект. Вот так, накрываем. Раз. И внутри тоже накрываем. Вот таким образом. Раз. Два. Было бы хорошо, если еще боковинки тоже. Нужно нагрыть вот тут пакетиками. Для боковинок я возьму обычные вот такие пакеты. Но поменьше площади. И тоже сон как-то. Дети у меня там веселятся. Сейчас уроки пойдем учить. Два. И последний остался. Самый далекий вот сюда. Все готово. Накрываем. И минут на 10-15-20 может быть. Артем сходил в магазин. Купил картошку, лук. Мне не хватило на суп. Сейчас пока у нас плита. Плита отмокает. Я приготовлю супчик. Бульон у меня уже есть. Вот осталось только. Вот. Доготовить. Кстати, этим же средством я решила еще и плиту помыть. Помочила. Но я не стала пакетом залюблять. Плита была не очень грязная. Просто сейчас смою водичкой, губкой. Будет чистая плита. Супец мой готов. Помните, я варила бульоны из курицы перепелки. Она у меня была одна, поэтому я сделала половину кастрюльки. Картошка, морковь. Я отдельно отварила рис. Он был вчера на ужин. И в тарелку добавлю рис, потому что мне очень нравится консистенция, что он такой аль дендо. Немножечко, если я его положу сюда, то он весь разбухнет, размокнет и будет каша. Вот я уже в тарелку добавлю рис и налью сверху супчик. Ну-ка, смотрите, окорочок маленький какой. Вот такой. Так. И зелень тоже в каждом тарелку, потому что у нас не все едят зелень. Тут я быстро организовала второе. У нас будет тушеная картошка с мясом. Так. Картошку чем меньше нарезаем, тем быстрее она будет готова. Лук обжарила, морковку уже в конце добавила. Картошечка у меня тушится, немножко водички. И я в конце добавлю тушенку. Сегодня у нас утка пряная. Так, мы все едим мясничьи. У нас еще осталось пару баночек. Сегодня будет утка пряная с кориандром. Очень мне нравится состав. Здесь мясо утки, лук, морковь, соль, кориандр, кардамон, паприка и перец чили. Эко-продукт. И что здесь? Кто делает, хотела вам сказать. Делает это город Красноярск. Вот, можно заказать, вот видите, с Азона. Можно также на Валберес. Все там есть. Называется мясничий. Вкусный консерв. Мы в прошлый раз на дачу ездили. Я тоже делала такой быстрый ужин. Прямо 30 минут и все готово. Прямо на сковородке, кстати, я делаю. Блин, забыла. С чем я делала? С кроликом. Нет. А, с курицей, с цыпленком. Очень все съели с удовольствием. Может быть, все голодные, конечно, были. Но съели и дети, и взрослые. Был цыпленок в собственном соку, по-моему. Вкусно. Сейчас сделаем салат из редьки. В прошлый раз девчонки в инстаграме спрашивали, что это такое с лайсами. Это редька. Просто ее чистим. Нарезаем слайсами вот такими. Ну, я люблю тоненькими. Можно вот половинками нарезать. А можно еще вот так сделать. Будут вот такие слайсы четвертинки. Вот такие кусочки. С такой редькой укрепляем иммунитет. Стоит копейки. 10 рублей штучка выходит. Вот 30 рублей за 3 редьки я отдала в прошлый раз. А витаминов куча. Это вам полноценная практически замена авокадо. Пока сезон. И кто любит редьку, мне нравится, например. Покупайте, добавляйте, кушайте. Очень вкусно и полезно. Так, а еще редька это натуральная горечь. Она полезна для ЖКТ. Добавляем сюда. Соль аккуратнее. Я почему-то все время пересаливаю. Чуть-чуть солю. И сверху масло. Целля литровая добавляю. Ой, залилась чуть-чуть. Я размахнулась немножко. Слушайте, для иммунитета просто супер штука. Сюда можно еще добавить, потереть морковку сырую. И свеклу можно потереть, например, отваренную свеклу. Или как ее там делают еще в духовке. Как это называется? Запекают свеклу немножко. Овощи запекают. И можно тоже натереть. Тогда редьку мы не так нарезаем, а на крупной терке. Все. Нарезаем. И будет салатик. Открываем консервы. Тут находятся вот такие кусочки. Вот эту жидкость я тоже все добавлю сюда. Чтобы у нас все сюда добавляем. И прямо в баночке. Тут вот я буду немножко вот так кусочки разломлю. На небольшие кусочки. Все. Еще одна отсюда тушится еще. Какой-то вкусный рагу с уткой. Можно будет в конце тоже добавить зелени в тарелку, например. Укропчик, петрушечку. Зеленушки нарезать. Супчик. Артем принес продуктов домой. Купил пирожки. Наверное детям наполнит. Огурцы, помидоры попросила его на салат взять. Снежок. В общем, всей молочкой и всем выпечкой это нас снабжает Артем. Детей точнее. Колбаску взял. Наверное, он сейчас на молоке покупал. Сырок. Кусочек сыр. Черный принц. Ой, черный принц. В общем, мне нравится. Вкусный. И купил что-то желейное. По-моему, это холодец. Я не знаю, кстати, у нас есть хрена горчица. Да, это вот холодец. И взял еще в аптеке цифтриаксон. У нас до 10 дней нам продлили колоть уколы. Гриша. Шприц или докаин. У нас все закончилось. 650 рублей. Докупил. И вода для натри-хлорид. Или натри, как называется. Натри-хлорид. Это физраствор. Но мне очень нравится не в стекле брать, а вот в таких вот тубах дышать. Ну, здесь 10 миллилитров. А вообще мне в прошлый раз покупали маленькие. Это прям большие. Ну, ладно. Можно, кстати, одну открыть, если вы ее будете еще пользоваться. Например, в течение суток можно закрыть вот этим же колпачком и убрать в холодильник. И можно потом еще им пользоваться. Вот. Как-то вот так. Сегодня уже делали Гришу укол. Конечно, плачет. Но куда деваться. До воскресенья, до вечера еще колоть уколы. Готов? Я же говорю, что вы читаете. А вот это у вас второе время. То есть ты все это знаешь, да? Ну что, прошло несколько часов уже. Снимаем пленочку. И отмываем. Все хорошенечко развернуло. И все начинаем отмывать. Смотрите, грязь просто отходит. Просто волшебно. Так, ну что. Плиту я все отмыла. Хочу вам показать. Стала она как новенькая. Если поближе посмотреть, вот видно, что тут немножко осталось. Не знаю, чем я тут. Ногтями не буду ковырять. Вот тут две капельки осталось. Там капелька осталась. Надо было лучше промазать. Но вот эти большие пятна, которые были, конечно, они все отмылись. Гораздо лучше, чем было. Мне очень понравился результат. Единственное, стекло вот тут вот внутри промыть. Вот салфеточкой туда вот. У меня между стеклами есть промежуток. И туда натекли капли. Теперь мне нужно взять салфеточку. Там хорошо промыть. И все. Моя плита как новенькая. Осталось домыть вот эти металлические штучки по бокам боковой решетки и поставить их на место. Да, чуть не забыла сказать. Духовку я сейчас ставлю на самую высокую температуру. Она должна прокалиться минут на 15, наверное. Гришуля дышит второй раз. Гриш, сиди ровненько, пожалуйста. Маска падает. Поправлю. Все, сиди. Пока у меня прокаляется духовка, так жарко. Я балкон открыла, потому что невозможно очень жарко. Мне кажется, все уже можно выключать. Готовлю сейчас ужин. Будет у нас гуляш. Обжариваю мясо. На раскаленную сковородку отправляю мясо. У меня сейчас уже дало столько много жидкости. И я готовлю с открытой крышкой. Пока вода не испарится. Смотрите, какое приспособление я купила. Это называется экран от брызг. Накрываем. И при этом меньше брызг вокруг. Но воздух проходит, так как тут металлическая сеточка. Сразу скажу, когда я закидывала гуляш, брызги были, потому что мясо, в течение 30 секунд, например, я выкладываю масло раскаленное, все равно брызги были. Но, тем не менее, все равно их меньше. Вот, в принципе, если жарится отбивную какую-нибудь или там куриные какие-нибудь котлеты, то, возможно, брызг будет меньше. Вот, а так, ну, вот все равно задерживается здесь вот часть масла. 100% от жира, в общем-то, не спасает. Пока я тут нарезаю лучок, Кирушка мне тоже помогает. Мешает, мешаем, 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 мешаем. Вода вся испарилась. Мешай, мешай, я сюда режу лучок. По кольцам решил дать еще один шанс. А что же мы на нитраты вы не поверили? Давай. Ой, все пойдет уже. Это плохо, что пахнет травой, хорошо? Нет, ну, нет, сейчас уже не так пахнет. Просто, наверное, вот эта кожура пахнет травой. Мастер-класс от папы. А там поднос есть, вот он лежит. Вот тут, везу. Можно, а то сейчас все потечет на стол. Да-да-да, вот его можно. Ну, или этот, или вот следующее. Ну, надо, во-первых, посмотреть, и вот еще поднос. Вот, бери поднос, Гриш. Точно. Вот тарелочку можно просто бросить. Ну, вот насчет этой тарелочки надо сплотнуть на поднос хотя бы, что-нибудь положить. Вот, как ананас. Точно. Папа, иди сюда. И сюда тоже давай. Ты, Гриш, на тарелочку будешь? Да. Да, Гриша, уже кусать. Без косточек. Так, над столом едим, не капаем, пожалуйста. Папа, иди сюда. Вы знали, что кресло можно постирать, при этом разобрав его. Он уже не первый раз это Артем делает. Но забрал. Стирает или разбирает? Разбирает. И закидывает в стиралку. Этому креслу... 50 тысяч лет. Кирилл, сколько лет? Капелла у нас еще, да? Кирилл, сколько лет? Кирилл, тебе сколько лет? Кирилл, тебе сколько лет? Мы его, наверное, не возьмем. Он у нас не ездил в таком. Это уже сидячая. А, да, мы в Люльке первый год. Ну, Люлька там была какая-то. От коляски была, в переносках. Да. Потом мы его купили, когда уже надо было такое. Потом мы его отдавали. По-моему, кажется, Вадим ездил, да? Вот из детей. Потом мы его забрали. Ты думаешь, мне кажется, нет? Мы отдавали его. Просто он не ехал. Мне кажется, давали. Гуляш готов. Я уже его доготовила. Добавляю потом в конце муку. Я ее обжариваю. И в этот раз добавила немного свежего чеснока. Кому интересно, я готовлю. Подробный рецепт оставлю в описании. Получается очень вкусный гуляш. Прям рекомендую. Я на гарнир парням приготовила макарошки. Очень вкусные маленькие такие бантики. Это Борила. Видишь, у нас большой молодец. Он сейчас делал уколчик. Даже не боялся. И почти не плакал, да? Как делает комарик? Покажи. Вот так. Тик. И все, не больно тебе было? Да. Больно или не больно? Больно. Больно. Немножко было больно, да? Гриша, это надо зубы чистить. Давай. Не счет, не цепочку, а зуб. Вот молодец. Чистим вверх-вниз, вверх-вниз щёточкой, туда-сюда. Как Гриша чистит? Показывай, как надо зубы чистить. Все смотрят. Давай, учатся у Гриши. Вверх-вниз, вверх-вниз щёточкой, туда-сюда. Давай. Все, ребята, мы будем чистить зубки, ложиться спать. Процедуру сделали. Нам их делать до воскресенья. Еще немножко, а потом мы поедем и Грише выберем подарок. Еще у меня заложила нос. Давай. Будем лечить носик. Все, молодец. Кстати, я спрашивала, вот эту Гришу не выбрали. У него тут белое пятно. То есть, везде волосы вот темно-русые, а тут вот светло-русые. Волосы есть, но вот они такие. Все, говори всем пока-пока. Все, рука-рука. Маши ручкой, пока-пока. Пока. Сюда, Гриш. Пока-пока. До завтра.